здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня я хочу поделиться с вами рецептом яблочные начинки я ее готовлю обычно впрок и убираю можно сразу готовить что-то пирожки и блинчики пироги или можно убрать в морозилку а потом когда я уже ставлю тесто впоследствии дрожжевое и пока она у меня подходит я достаю свою начинку из морозилки и она у меня оттаивает и замечательно все вот она какая будет сейчас в данный момент такая же она и после замораживания останется ну что приступаем нам понадобятся яблоки желательно чтобы яблоки были сладко сочные ванилин сахарный песок сливочное масло вот на такое большое количество яблок мне понадобилось две столовых ложки крахмала в моем случае это кукурузный но и можно и картофельный использовать тогда чуть меньше его добавлять немного воды кипяченые это для того чтобы развести крахмал вода должна быть холодная горячей водой нельзя крахмала разводить ну вот ванилин сливочное масло наши с вами руки поехали так ну я порезала яблоки абсолютно произвольная форма вот смотрите какие вот абсолютно любые кусочки ну вот маленькие сердцевинки вытащила почистила их вот я теперь разогреваю сковородку на которой у меня уже лежит наш кусочек сливочного масла и выкладываем наши яблоки яблоки все выложили слегка перемешали слегка а вот теперь на этом этапе нам с вами нужно сахарный песок ничего сахарный песок для того чтобы яблоки пустили сок это не потому что они у нас не сладкие а для это исключительно для того чтобы у нас пошел сок может быть так вот мне кажется три-четыре столовых ложки хватит это маленькая чайная огонь у нас с вами средний небольшой бывает такое что вот ну обидно все вроде делаешь правильно а вот сока не бывает в яблоках да но не дают они сок ничего страшно можно немножко добавить воды сейчас посмотрим что с моими будет вроде покупаешь все время один и тот же сорт яблок стараюсь покупать джанна гольдом но иногда иногда не получается что-нибудь обязательно какая-нибудь засада выходит ну ничего страшного я даже к этому приспособилась так ну хорошо на яблоки мы больше пока не смотрим а сейчас мы просто разводим крахмал с вами вот чуть-чуть даже прям водички буквально просто его развести достаточно еще на этом этапе мы забыли добавить ванильный сахар два пакетика я добавляю ну что сок ты где ага нет все правильно не мокрые становятся вот 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 что то уже такое есть не совсем они сухие так как они в чуть-чуть повыше стекла вот и нам с вами нужно их немного ложечку потушить да что потому же есть нет воды не буду добавлять так вот утрамбуем чтобы они большее количество яблок было с приказалась со сковородкой и процесс быстрее пойдет вот видите вы уже сами можете видеть буквально может быть две минуты прошло и здесь уже они уже у них уже образовывается сок и яблоки начинают ну я не могу сказать что они карамелизируются нет они как обволакиваются они часть сока отдали а часть сока оставилась внутри яблока занимает и все это максимум минут пять-семь приготовления для начинки имеется ввиду на сковороде и чистку яблоко сюда мы не берем расчет они уже почти готовы они не каша у меня такой сорт они в кашу не превращаются они будут такими вот прям кусочками сейчас опять кто-нибудь мне напишет что ложкой по сковородке вводить нельзя я к сожалению так привыкла лопаточка у меня очень много разных но мне почему-то вот ложка я чувствую лучше лопаточкой я не понимаю ну вот и все вот они уже и готовы сейчас мы угонем огонек чуть-чуть убавим и выливаем наш крахмал воды немножко подбавила крахмал побоялась что не хватит на все яблоки вылить вот и что у нас происходит вот видите вот такая красивая начинка никуда ничего не вытечет тесто внутри пирожка будет абсолютно пропек пропекшиеся а начинка будет сочная ну вот видите они какие прям горочкой вот такие вот всего все все ребята вот такая она замечательная начинка и цвет не поменялся лимоном я не брызгала все я выключила газ ну теперь остывают если уже у вас тесто готово то можно прям такое горячее использовать горячую начинку но в моем случае конечно не сегодня пирожки собираюсь печь я дождусь когда это все остынет и уберу морозилку ну вот так сегодня я решила сделать себе день начинок мясную сделать яблочную и еще наверное из капусты сделаю всем приятного аппетита дерзайте готовьте всем мирного неба над головой всех люблю и обнимаю пока пока пока